You got the whole world in your pocket, but you just don't know Everybody's smiling at you everywhere you go It's like you've got that secret that everybody else wants to know Всем привет! Вы, наверное, нас уже не ждали? Еще бы мы не виделись с вами целых 6 месяцев! А с Аней мы не встречались в кадре целых 2 года! Не знаю, как вы, но мы за это время очень сильно соскучились, поэтому нам есть о чем вам рассказать и что показать! Отбросим всю лирику! Ну что, 10-я редакция! Поехали! Подходит к концу 2015 год, год литературы в России. Насколько он повлиял на литературную образованность наших студентов, выяснил Александр Аминников. Привет всем! Ни для кого не секрет, что 2015 год – это год литературы. Так давайте узнаем, любят ли наши студенты читать. Скажи, пожалуйста, ты любишь читать? Очень. Недавно начал читать только и поэтому. Кто убил Лермонтова? Убийца Лермонтова убил Лермонтова. Толстой! Это же общий уровень культуры в стране, который значительно снизился. Какие книги нужно читать, чтобы добиться успеха в жизни? Я же успешный, правильно? То есть, получается, которые я читаю книги. Кто убил Лермонтова? Мартынов. А почему ты не на паре? Сижу и жду ОВК. И чем же закончилась война и мир? Тем, что Пьер Безухов остался один. Главная героиня сначала с одним была, потом с другим, потом с третьим, потом с первым, короче, осталась, нарожала ему троих детей. Каждая выбирает для себя, женщину, религию, дорогу. Я не знаю. На самом деле, я сдала литературу на 90 баллов. Натави Нобелевских лауреатов премии по литературе. Бунин, Солженицын. Крутяк. А как приучить свою вторую половинку к чтению? Понятия не умею. У меня нет второй половинки, поэтому, да, читай. Ты же дура тупая, читай. Может быть, поэтому ты один до сих пор. В каком году родился Александр Сергеевич Пушкин? Год не скажу и век не скажу, не знаю. Это, по-моему, 20 век. Или 18. Ну что сказать, ребята? Читайте, читайте и еще раз читайте. Ведь именно от вас зависит будущее нашей страны. Не стоит читать книги, которые тебя запутывают. Литературный проект «На грани» позволяет всем желающим в нашем институте рассказать о своей любимой книге. А как поделиться любимым произведением со всем миром, нам расскажет Дарья Володина. Поделиться своей любимой книгой со всеми жителями планеты Земля очень просто. В 2001 году было создано движение «Букроссинг» в США. О том, что это такое и как работает, нам расскажет организатор данного движения в гимназии номер 9, Маша Путилова. Маша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, что такое «Букроссинг»? Официальный «Букроссинг» — это когда ты регистрируешь книгу на сайте и потом можешь отследить, где она находится. Ты заполняешь определенную форму на сайте и оставляешь ее в определенном месте. Это может быть не обязательно полка, это может быть кафе, скамейка какая-нибудь на улице, метро. И человек, ее нашедший, заходит на сайт и регистрирует ее в своем городе. Интернет способствует популяризации «Букроссинг». Конечно. Также через интернет ты можешь узнать, где сейчас находится твоя книга. Но если ты прямо зарегистрировал свою книгу на сайте «Букроссинг.ком», также через него ты можешь узнавать о новых полках, которые создали ответственность за это люди. Как ты думаешь, они какого жанра все-таки чаще всего оставляют на таких полках? Чаще оставляют, конечно, классику, когда освобождают свои домашние библиотеки. Часто оставляют учебную литературу, потому что кто отучился, ему уже не нужны эти книги. Ну и топовые книги по типу «Гарри Поттера». А ты часто оставляешь книги в сервере в гимназии? Я оставила уже, можно сказать, наверное, 20% в своей домашней библиотеке. Потому что с меня все это начиналось. И если ты не подашь пример, никто не будет оставлять книги. Спасибо, Маша, что ответила на наши вопросы. Вот мы узнали о том, что такое «Букроссинг», как работает это движение, и где же можно оставить книги у нас в Екатеринбурге. Студентиское телевидение решила открыть официальную полку «Букроссинга» в нашем институте. Вы сможете легко ее найти в конце читального зала на втором этаже. Совет от редакции. Для регистрации книг лучше всего использовать сайт bookrosing.ru Берите книги, увозите в другие города и страны, и пусть чтение объединит весь мир. Настасья Филипповна из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» бросила в камин 100 тысяч рублей. В пересчете на современный курс это на минуточку 8 миллиардов. И в наше время люди совершают странные, неординарные и порой необдуманные поступки. О них вам расскажет Сеслав Васильев. Не, не, не переживайте, с мальчиком все нормально, я вам сейчас все расскажу. Известный американский юморист Роман Антвуд исценировал смерть собственного сына, чтобы собрать лайки на ютубе. Тот момент, когда намекаешь на второго ребенка, а жена тебя бросает. За первые три дня этот ролик собрал более 8 миллионов просмотров. Может быть нам тоже что-нибудь взорвать, чтобы наша редакция стала известной. Семья из Подмосковья отправила бутылку с посланием, которую нашли в Британии. Робинзон и Крузо. Бутылочку они отправили из Белгарии, когда были на отдыхе, и там был написан адрес и электронная почта. Ну и что-то девочки. Нарисованы. Нарисованы. В Британии эту бутылочку нашла собака и принесла хозяину. Теперь российская и британская семья переписываются. После такого события мы решили тоже испытать свое счастье и найти себе друзей в Британии. Забери меня, забери. Забери меня с собой. В моем сердце так много любви. Разреши мне быть рядом с тобой, мама моя. Не, ну, блин, в речку мы кинем бутылку, и это же... Это как... Такой вандализм, да. В поселке Мурзинка, Средловской области, был украден северный олень. Олени украли, олени! Ууу! Вот так вот, нормально. Да это Дед Мороз буянит. Старый проказник. В нашем вузе начинают пропадать вещи. Может, завелся барабашка? Поэтому при выходе из аудитории не забывайте свои вещи. Берегите себя и свои кроссовки. Смешно выглядит. Окей, Гугл, какую книгу прочитать? Давай лучше не будем доверять сомнительным советам, а составим свой топ-книг. Топ-книг, выбор, редакции. Бернар Вербер, Империя ангелов. Дэниел Кис, Таинственная история Билли Миллигана. Мирюэль Барбери, Элегантность ёжика. Харпер Ли, Убить пересмешника. Джон Фаус, Волхв. Виктор Гюго, Человек, который смеется. Братья Стругацкий, Понедельник начинается в субботу. Оскар Уаль, Портрет Дариана Грея. Михаил Булгаков, Морфий. Валерия Фадеева, Одобрение аутентичности. На самом деле Лера ещё не написала свою книгу, но уже сняла новую, редакция одобряет. Привет. Я не видела вас целых 6 месяцев. И ещё бы столько же не видела. Шутка. Давайте поскорее что-нибудь одобрим. Первое. Я в восторге от работы студенческого научного общества. Интересный и очень полезный паблик. Качественные лекции от лучших практиков. Гранты и конференции. Я влюбилась в их логотип с первого взгляда. Чё. Студенческое научное общество. Бывший посол России Майкл Макфол написал в своём твиттере, что лучшая работа в его жизни была в России. Редакция одобряет туризм и проектную работу в России. Если со временем вы стали чувствее и твёрже душой, вам обязательно нужно прочитать книгу. Бафельное сердце. Весел для детей. Хе-хе-хе. Ужас. Весел для детей. Тепло и трогательно для взрослых. Как вы поняли, я сегодня не одна. Перед каждой редакцией я советуюсь с ней. И мне надоело быть в тени. 16 ноября выходит третья часть антиутопии «Голодных игр». Редакция одобряет. 24 октября по 13 декабря. В уральском рабочем. Открывается выставка житой полотна, посвящённая работам маринистов. А мы пойдём? Нет. Как вы ещё не поняли? Это её последняя, десятая редакция одобряет. И на последок хочу одобрить любимый деканат ГМУ. И Канни Веста. С вами были Влада Шоколада. И Лера Валера. Всем пока. Английская писательница Джей Ностин считала, что для того, чтобы стать образованным человеком, нужно читать не менее 6 часов в день. А чем себя занять в оставшиеся 18 часов, сейчас узнаем. В Екатеринбурге стартовала выставка картины Ивана Айвазовского «Живые полотна». Её особенность состоит в том, что она является мультимедийной 3D-выставкой. Данный формат позволяет ожить морю, кораблям и чайкам, придаёт им объём и звук. Благодаря гигантским проекциям можно будет в деталях рассмотреть самые известные картины русского художника. Кроме этого, вы получите уникальную возможность попробовать свои силы в написании картины, расслабиться на гамаке, послушать живую музыку и многое другое. Приходите, вдохновляйтесь и получайте удовольствие. Желаешь побывать в желтой комнате или узнать врачебную тайну? А может быть, хочешь попасть в трюм пиратского корабля «Чёрная жемчужина»? Реальные квесты в формате «Выбраться из комнаты» – это новый вид командного развлечения. Q-Rooms – самый большой квест-клуб в Екатеринбурге. Он предлагает своим игрокам пять квест-комнат. Все сценарии абсолютно уникальны, а каждая комната стилизована под тематику квеста. Бросьте вызов времени и сразитесь за право выйти из квест-комнаты. Осторожно! Реальные квесты вызывают нереальное привыкание. В галерее уличного искусства «Свитер» открывается новая персональная выставка Екатеринбургского художника Сергея Акрамова из граффити в искусство. Для всех желающих автор проведет уникальную экскурсию, в которой покажет, как уличные рисунки превратились в настенные картины. В октябре редакция открыла новый метод борьбы с осенних андроид. Батутный двор выше только крыши – это то место, где вы сможете получить огромный заряд драйва и позитива. Научиться делать крутые трюки, поиграть с друзьями в Xbox. А еще это отличная альтернатива банальному спортзалу. В общем, батутный двор выше только крыши – это то место, где вы точно сможете прыгнуть выше своей головы. И самое важное мероприятие осени по версии Петра Меденникова. 18 ноября состоится 18-й областной фестиваль «Уральская шизгара» на сцене Дворца молодежи. Организаторы обещают, что это будет самое теплое и душевное мероприятие за последнее время. Что нам и предстоит проверить. Приглашаем вас поболеть за команду нашего института «Третье чтение». Давайте поможем заработать ребятам на 27-й международный фестиваль в Сочи. Вот и подошла к концу наша 10-я юбилейная редакция. И мы надеемся, что нас, как и хорошую книгу иногда, хочется пересматривать. Мы с вами прощаемся и оставляем вас с самыми крутыми моментами редакции. О боже, мама, мама, я схожу с ума, моя любимая академия. И помните, мужчина определяется делом, а не словом. И если он носит кандибобер на голове, это не значит, что он женщина или балерина. Так и есть! Анна, меня слышно? Вам слово. Спасибо, Анна. А от чего ты получаешь удовольствие? Наверное, от своего сексуального голоса. Бегом переодеваться. Вот так-то лучше. Мозолистые, крепкие руки Ани Бойцехович и пухлые нежные ручонки Петра Меденникова. На самом деле я люблю холода, люблю пасмурную погоду и дождь. Я ходил за грибами, грибов не было. Я был шедевральным мальчиком в этом году. Это не смешно уже, понимаешь, Саша? Шесть раз переснимали. Сил никаких нету. Сейчас я уже не могу, все. Ранхикс. Я рада. Смайл, смайл. Почему я должен улыбаться? Мне не весело, если честно. В чем она воспитательная комиссия? А Шмидт тоже была. Идеальная жена. Да. Только лысая. Вы меня засмущали, вообще вывели просто. Я побывал. Шпа. Поселок Верхняя Синячиха. Пожалуй, лучший поселок Верхней Синячихе. Побольше мороженого. О, ты маленький. Что, может, за мной поступил? Не, 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 мне без флешки норм. Какой случай, что я хочу? В одежду себе носовала газета. Отчего, Ирина, ты получаешь удовольствие? Не отчего. Ты тоже пугаешь людей. Так страшно, а хочется еще. Позитиво! Редакция одобряет завтраки. Все смонтируем завтра. Давайте. Давайте. Давайте бездавайте. Меня лицо нефотогенично. Да понятно, а что к Новому году пожелаете? Ачпогата. Абсолют. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Это также трэш и андеграунд. У нас слизь пока. Хватит мыть, все получится. Хватит мыть, разгонять эти тучица. Хватит мыть, человек, распорить на петли. Тебе столько по местности. Сделай что-то полезное. Хватит мыть. Субтитры подогнал «Симон»